МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер Карана собрал в Кизляре более 20 тысяч верующих. Подробнее смотрите через несколько минут. Состязание на горячем песке. В Махачкаре прошел открытый чемпионат по косвитболу. Несмотря на все предостережения, аварий в республике меньше не становится. Так, за прошедшую неделю в Дагестане зарегистрировано 38 ДТП, в которых погибли 14 человек и 62 получили ранения. Участились также случаи нарушений правил дорожного движения пешеходами. Дагестан традиционно в числе регионов с самыми низкими зарплатами. Такие данные приводятся в исследование РИА-рейтинг. Согласно статистике, в нашей республике заработную плату выше средней по всей России получают только 13% работников. В антирейдерах оказались также практически все регионы Северного Кавказа. Невысокие показатели здесь во многом объясняются слабостью экономики либо теневой занятостью населения. Врачи сохранили зрение шестерым пострадавшим при взрыве в Махачкале. В Республиканскую офтальмологическую больницу были доставлены двое детей и четверо взрослых. Они поступили с различными травмами органов зрения, а теперь уже готовы видеть мир во всех его красках, несмотря на переживший ужас. Подробнее в материале моих коллег. Рассказать про происшествие той ночи не каждый из пострадавших готов. Пациенты глазной больницы – это те, кому в день трагедии чудом удалось выжить, а впоследствии чудом вернуть себе зрение. За первое они благодарят Бога, а за способность продолжать видеть мир врачей. Ее состояние нормальное уже. Добавить нечего действительно. Огромная благодарность врачам. Несмотря на травмы, Мурад Алиев сам спас троих детей. Сейчас он идет на поправку вместе с другими пострадавшими. Все они пережили довольно серьезные операции. В настоящее время в больнице находятся 4 пациента, двое из которых дети. Состояние их удовлетворительное. Надеемся на полное выздоровление. Страдавшие на этом чрезвычайном происшествии очень нуждаются в психологической помощи. Каждый раз поднимать в памяти эти события, эти моменты, конечно, им очень тяжело. С ними придется очень долго работать в психологическом плане. Медикаментозная помощь, оказанная вовремя, у нас это называется золотой час, всем им вовремя оказана. Но они, конечно, никогда в жизни не забудут этот случай. Все оставшиеся в глазной больнице пациенты находятся под круглосуточным наблюдением. Врачи говорят, теперь их здоровью ничего не угрожает. Ватимат Канапова, Тамира Самедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Вклад религиозных организаций в сохранении и укрепление духовно-нравственных ценностей. На эту тему в Кизляре состоялась Всероссийская богословская конференция. В ней приняли участие муфти регионов России, зарубежные ученые-богословы, представители региональной власти и общественники. Подробнее в сюжете Хамзунар Магомедова. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые гости, всех приветствуем на гостеприимной вегистанской кизлярской земле. Сохранить и укрепить духовно-нравственные ценности. Для обсуждения этого вопроса в Кизляре на Всероссийскую богословскую конференцию собрались десятки экспертов из разных регионов страны. Сейчас идет в мир определенная борьба с традиционных ценностями. Сейчас мы видим в Европе официально наяву, без всегда, подняли флаг, флаг ЛГБТ. Это флаг сатаны, флаг, который говорит, что вот такие ценности мы должны теперь распространять по всему миру. И они настолько, этот флаг сделаем святым для себя, что любые осквернение или неправильные слова в отношении вот этих определенных категорий людей, это считается законом, ну, у них наказуемо. И мы видим другую картину. Идет осквернение Корана, идет осквернение мусульман, осквернение имя пророка Мухаммада, и это говорят, что это свобода слова. Мы видим конкретные нападения, конкретная борьба, конкретная исламофобия идет против мусульман. И это происходит именно в Европе. В России мы видим наоборот. Мы видим, как закон защищает именно ценности, ценности семьи, которые даны очень дорогие, ценности к старшим, ценности к самой религии, защищаются законом. Ценности самой священных писаний, которые осквернены любой священной писанией, в том числе Коран, является это наказуемо законом Российской Федерации. Религия всегда играла, играет и будет играть наиважнейшую роль в формировании человека. Потому что именно убеждения, они формируют личность. Если человек во что-то верит, во что-то убежден, он, естественно, идет к этой цели, он старается ради этого. И если у человека есть правильные ценности, правильные убеждения, он будет реформатором. То есть он будет работать на созидании. А если у человека неправильное мышление, неправильное понимание действительности, то он будет разрушителем. Именно поэтому очень важно то, что на сегодняшний день, Можно сказать, государство полностью повернулось и понимает роль религиозных деятелей. И религиозные деятели в свою очередь тоже должны осознавать ответственность, которая на них находится. И, естественно, быть глубоко знающими свою религию для того, чтобы нужно противостоять оппонентам. Встречу поддержали представители госвласти, как республиканские, так и муниципальные. Они отметили огромную роль духовенства в деле сохранения мира и стабильности в стране. Вообще, работа связана с сохранением мира, особенно в нашем городе. Эта работа проводится, причем у нас город межконфессиональный, межнациональный. И поэтому данная работа проводится, так сказать, в содружестве всех конфессий. Мы не разделяем наших населения по конфессии. Мы все работаем в одном направлении. Я, допустим, православный, я всегда поддерживаю все начинания и все мусульманские, связанные с поддержкой мира, с сохранением стабильности в мире. Поэтому в этом отношении я хочу поблагодарить и председателя Совета имамов, и муфтия Дагестана, которые вносят большой вклад в сохранение в мире, сохранение в Дагестане мира. Одним из главных гостей конференции был ученый-богослов из Арабских Эмиратов, потомок пророка Мухаммада, мир ему, Хабиб Хусейн Ас-Са'Каф. Он высказал свою позицию относительно уровня религиозной жизни в Дагестане и России в целом. Я посетил многие города, многие места, но приезжая в Дагестан, я нахожу, как удивительно здесь чувствуется взаимоуважение, братство и очень почтительное отношение к ученым Алимам. Видно, что знания уважают в этих городах. Я много слежу за вашей работой, как вы стараетесь и усердствуете на пути распространения знаний. Также часто слежу, как проводит работу сам муфти в вашей республике. Несомненно, эта деятельность даст и уже дает свои плоды. Это очень большой труд на пути призыва к правильному исламу. В ходе встречи муфти регионов страны и зарубежные гости поделились также своим опытом в деле сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей. После принятия итоговой резолюции мероприятие завершилось чтением священного Корана от известного исполнителя. Организатором конференции выступил муфтия Дагестана. Субтитры создавал DimaTorzok Акции против неоднократных актов сожжения священной книги в странах Европы стал «Вечер Корана в Кизляре». Организовал его муфтият республики при поддержке Министерства по национальной политике и делам религии и администрации Кизляра. Специально для участия в нем в Дагестан прибыли гости из-за рубежа. Известный во всем мусульманском мире проповедник Хабиб Хусейн Ас-Сакав и чтец Корана Ремзии Эр. Подробнее у Айши Тухаевой. Впервые «Вечер Корана» прошел в таком широком масштабе. Посетить его приехали люди из других российских регионов. Всего собралось около 20 тысяч человек. Мероприятие началось с чтения аятов. Ремзии Эр, Хафиз и чтец Корана служат имамом в городе Кёльн. В Кизляр он прибыл специально для участия в масштабной акции. Мероприятие началось с чтения аятов. Мероприятие началось с чтения аятовом в городе Кёльн. На вечере присутствовали дагестанские богословы и представители местной администрации. Выступающие отмечали важность столь масштабного мероприятия. Тепло благодарили его организаторов. Несмотря на акты вандализма, направленные на то, чтобы внести раздоры в ряды мирового сообщества, духовность мусульман только крепнет. В частности, благодаря таким инициативам. Когда же мы летели на самолёте и уже шли на посадку в Дагестане, я смотрел на дома, как будто они были полны светом, нуром. О, жители Дагестана, что это то, что находится в ваших домах? Какой же это свет, этот нур, который светится из ваших домов? Потомок пророка Хабиб Хусейна Сакав родился в Джидде. Сейчас живёт и работает в Объединённых Арабских Эмиратах. Но каждый свой приезд в Дагестан он отмечает, что подобного уважения к богословам, к религиозным наукам, праведникам и в целом к религии он не видел нигде. Организаторы признаются, пригласить и организовать приезд гостей такого уровня, как Рэмзи Эр и Хусейна Сакав, было нелегко. Мы уже около месяца готовились к этому событию, потому что гости зарубежные, которые сюда мы пригласили, которых пригласили очень почётно уважаемые люди, у них тоже с датой получалось не так, когда мы хотели, когда у них хотели. В общем, мы очень долго выбирали именно эту дату и этот день и ждали, пока виза откроется. И в притык сегодня утром буквально прилетели гости, и мы забрали их с аэропорта. И мероприятие тоже, можно сказать, буквально неделю вокруг стадиона, в городе в целом работали, заказали очень масштабную, огромную сцену. У нас республика не была такого, не нашли, заказали из соседней республики. И в России неуважение короны является преступлением. Сегодня наше государство, президент страны, все буквально, все поддерживают религиозные ценности, духовные ценности. И нужно это прививать нашему поколению, нужно рассказывать, нужно проводить подобные мероприятия, чтобы люди ощущали духовность. На вечере Корана всем присутствующим раздавали небольшие наборы с фруктами и едой. Все, кто приехал на мероприятие, даже издалека, находились здесь до поздней ночи. Для них звучали проповеди, нашиды, актеры Аварского театра во главе с режиссером Мухаммадом Дудуевым. Подготовили прекрасную постановку с эпизодом из жизни сподвижника Умара, в котором ему открылась красота Корана. В ней он сказал, О Аллах, укрепи Ислам одним из двух наиболее любимых для тебя людей, Абуджахлим, или же Юмарум ибн Аль-Хаттаба. Он так сказал, для нас Аллаха, так сказал. Видите, сколько людей собрано. Этих людей собрал зов сердца, любовь Корану, любовь к Аллаху Тавала Всевышнего. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Халид Ахмаев, новости ННТ, Кизляр. После вечера Корана на следующий день зарубежные гости посетили муфти республики. Шейх Ахмад Афанди отметил, что в это непростое время, когда во всем мире полыхают митинги и волнения, Ислам должен объединять людей. Карикатуру на пророка Аллах Ислам Халиков, когда делали, в некоторых регионах, странах, они показали свое негативное отношение к этим явлениям, митинги организовали они. А мы в то время тоже решили изучать сыра пророка, жизни, описание пророка. Этим оказалось, что мы не согласны с их действием. Вот это хорошо. Митингами же никакие вопросы решать невозможно. И от нас религия это не требует, чтобы мы митинги делали. То, что вы вот это провели, мы здесь, чтение Корана. Вот мы таким путем пойдем еще. В предыдущие годы я приезжал сюда, в столицу Дагестана. Был также в Кизляре. Маша Аллах, там высокая исламская и общественная активность. Сегодня мы были на природе. Маша Аллах, всюду вокруг свет, нур, всюду видна благодать. Мы следим через новости в интернете за жизнью в Дагестане. И вы выполняете большую значимую работу. Пусть Аллах вознаградит вас. Море, солнце и спорт. В минувшие выходные в Махачкале прошел открытый чемпионат по кроссфитболу, организованный администрацией города. Мероприятие было посвящено столетию Расула Гамзатова, символичным призовым фондом в 100 тысяч рублей. Как ребята соревновались в силе и ловкости на горячем песке, узнавала моя коллега Камила Мехсиханова. Ей слово. Вместо привычного волейбойного мяча – тяжелый габаритный шар. Вместо ровной площадки – песок. Городской пляж столицы стал местом проведения необычного для республики соревнования – кроссфитбола. Игра очень напряженная. Здесь нужна техника, умение играть, кто поле хорошо чувствует. Основным мы здесь видим, что волейболисты выигрывают, потому что они каждый день собираются, играют, поле хорошо чувствуют. Здесь собрались профессиональные спортсмены, просто любители активного отдыха и их болельщики. Сотни жителей республики находятся здесь с 7 утра. Сегодня очень приятно здесь находиться и видеть настоящий праздник спорта. Когда я видел по ютубу вот эту игру, мне всегда было интересно играть, попробовать. Хотелось бы, чтобы такие праздники, такие турниры проводили побольше. Это, я думаю, для дагестанцев подходящий вид спорта. Очень понравилось. Впервые почувствовал мяч. Полезно для спорта, для реакции, для силы, выносливости. Теперь можно, честно сказать, развивать летом этот вид спорта. Интересно помериться с силами, с другими спортсменами. Бархало, кто организовал этот турнир, и всем, кто пришел, поддержал. Сильная жара не помешала более 40 командам сражаться в полную силу. Игроки проявили невероятную выносливость, соревнуясь на горячем песке с улыбкой на лице. Когда он мне это первый раз сказал, я думал, такой вид, как может быть. Сегодня смотрелось 44 команды у нас. Это говорит, что у нас мероприятие проходит на высоком уровне. Хочу поблагодарить генерального спонсора «Оригинал Азиэс», что они поддержали нас, наши мероприятия. Вам удачи и успехов. Наконец, после нескольких часов интенсивной игры победитель выявлен. Им стала команда Федерации волейбола. Мы увидели, намечаются какие-то соревнования по кроссфитболу. Ребята тренировались. Мы решили попробовать, потому что это было схожее с волейболом перемещение, движение, видение площадки. Поэтому решили попробовать. У нас все получилось. А так, организаторам, всем, кто поддерживает спорт вообще в Дагестане, волейбол в том числе, разницы нет в любой спорт, всем огромное спасибо. Столько болельщиков, столько участников, наверное, не было еще на пляже. 44 команды. Так что это было зрелищно, я думаю. Камила Мехтиханова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Клуб Universal Fighters вышел в финальную часть международного гран-при Лига чемпионов АИГа. Минувшей ночью команда вернулась из Казахстана, где в городе Алматы, и проходил турнир. Наши спортсмены провели три встречи, в одной из которых сотворили настоящую сенсацию, победив в упорном противостоянии клуба США в составе с ведущими грэпплерами планеты. Турнир прошел очень хорошо, наши ребята показали всему миру, на что они способны. Мы лучшие, мы доказали это не только Америке, мы доказали это всему миру. Аль-Хамдул-Лля, мы выиграли, мы тренировались, мы шли к этому. И каждый из наших спортсменов доказал, что они просто к команде принесли нам эту победу. Также махачкаринцы встречались со сборной Азии и Океани, и с земляками из школы Абдулман Апанур-Магомедова. Финальная часть турнира пройдет в декабре. Напомним, что клуб Universal Fighters уже побеждал на аналогичных соревнованиях в прошлом году. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова